Баскетбол А у стены были еще какие-то крюки Ну то есть ты как бы подбегаешь Ты был вечно ободранный Но это не останавливало Мы постоянно играли с ребятами У нас была команда Соревновались с другими школами Мячики все были с грыжами Знаешь, ты его бьешь, а он в другую сторону Куда он полетит? Куда он полетит? У меня так обычно в баскетболе я бросаю А куда полетит, кто же его знает? После школы пришел в техникум В техникуме собрал свою баскетбольную команду Это в Архангельске было И более того С этой баскетбольной командой мы выиграли чемпионат области Выиграли первое место Я себе сломал пятку У меня были травмы спортивные Зато вы к этой пятке приложили золотую медаль Не так уж и больная обеда была Да, поэтому всегда я свищу Когда в аэропорту прохожу Она мне свистит И у нас для вас конкурс Конкурс? С ума сойти Контраст невероятный Блин, ну вообще, вы такие смешные Откуда вообще? Что это такое? Это какая-то странная Крахмальная Странная, крахмальная еще Какая-то крахмальная жидкость Да в целом вы даже как будто бы ответили А вот засчитать вот хочется Овсяный кисель Овсяный кисель Да, вот овсяный кисель Кто вот может есть овсяный кисель? Да я не знаю, у кого проблемы с желудком Так дети ж, детская каша Мне нравится эта игра Я не знал, что меня это ждет Ну, так-то следующее Что тут? Это отвар из-под сосисок А попробуй сам Серьезно? С первого раза А что, реально так и есть? Да! Но отвар из-под сосисок было забавно Это все, это уже победа Все, что было до, не имеет значение Кисломолочный продукт Так Этот, как его? Не айран, а... Так... Может айран и есть, да? Так айран и есть Айран и есть, да Ну, нормально я, нет Отлично! Пришлось покопаться Нашли, как вы в баскетах Гляньте, вы сверху ставите? В лучшее свое время, да Я с одной позиции Я левша просто Я с левой рукой с одной позиции Бывало в стандартное кольцо В 3.05 же, правильно? Стандарт не поменялся? И вы прям... И я прямо с одной Вот именно там, когда я был прямо в тонусе Распрыганный, да Представляешь, делал такое Ну, ничего себе! Я на самом деле могу парням посоветовать Суперблюда Они начнут потом выигрывать Всех прям вообще безусловно Давайте прям рассказывайте в камеру Что за суперблюда Парни обязательно посмотрим Давай, говорю рецепт Рецепт ризотто из перловки Раз мы начали На небольшом количестве оливкового масла Мы обжариваем чеснок, лук и морковь Все равно, как нарезал Просто слегка нужно обжарить Так Потом Давай, с морепродуктами или с мясом? Давай лучше с мясом, да? Дай с курицей Пожалуйста, попроще, чтобы белка побольше Потом берем просто курицу Да, курицу Грудку можно взять нежирную Жир здесь не обязательно нужен Добавляем куриную грудку Обжариваем все вместе слегка Вливаем туда немножко белого вина Ну, чтобы веселей игралось Не, я не переживаю Алкоголь улетучивается Я не переживаю Остается только деликатный вкус винограда Это в кулинарии важно Вот Потом добавляем туда Если курицы много, то просто можно водичку И как бы готовим, завариваем Готовим, чтобы крупа стала мягкая Вот, в конце обязательно туда нужно натереть сыр И добавить кусок сливочного масла Снять с нагрева И как следует перемешать сильно-сильно Чтобы получилась эмульсия Эмульсия, это когда смешивается жидкость с жирами И у тебя получается такое, знаешь, воздушное, вкусное У тебя и белок, и углеводы, и насыщенный вкус Я хочу с вами разговаривать Но у меня постоянно выделяется строй слюна Последние полторы минуты И очень тяжело Наша группа поддержки вернулась на паркет У нас ее руководитель Анна Буркина Анна, здравствуйте Здравствуйте Какие эмоции были, когда вы узнали, что все, Евролига разрешила? На самом деле это все так постепенно, да, происходило Постепенно, постепенно, постепенно И, наконец, мы дошли до того, что нам разрешили Это невероятные эмоции Потому что все, чем мы живем И то, что мы делаем Это для того, чтобы выйти на паркет Как я уже повторилась И поддержать свою команду Я сейчас стараюсь сделать вид, что я не отвлекаюсь Но мне очень сложно, если честно В прошлом матче был Денис Дорохов Который начал пуролесить Это вообще мега было Кричал, что это, девчонкам Подбадривал Хотел, видимо, тоже танцевать Отвлекает вообще это? Ну, это, во-первых, когда ты танцуешь Ты находишься весь в эмоциях Ты выходишь вокруг тебя Ну, ты не видишь вокруг себя ничего Ты показываешь только то, что у тебя внутри Ты должен передать это зрителю И, по сути, как бы не слышно Потому что громко музыка Все отвлекает Ты двигаешься Вот даже помпоны шуршат И мы разговариваем Пошуршите помпонами Вот И это сразу сбивает и мешает По сути, речи нашей особо не слышно Вот, поэтому девчонки все в танце И, честно, не особо сбивают Но это было круто Потому что он же выставил видео Где он там говорит А, девчонки, привет! И похоже на Ким Кардашья Ну, блин, это было здорово Побольше таких людей на баскетболе Экс-капитан футбольного ЦСКА Тренер Агубани Евгений Варламов Здравствуйте! Добрый Какое у вас крепкое рукопожатие А есть ли какие-то упражнения, которые, возможно, вы переняли из баскетбола Смотрели баскетбольный тренировочный процесс И думали, вот эта вот отличная штука Надо попробовать на футболистах Для рывка, для прыжка Какие-то на реакцию Ну, скажу, элемент, допустим, блока Что распространено в баскетболе Мы пробуем и в футболе Особенно при использовании стандартных положений Очень часто Я вот не так давно начал тоже иногда играть в баскетбол При этом тоже играя в футбол Я заметил, что уже по инерции Ты иногда действительно ставишь заслон Или еще что-то То есть это баскетболь уже история Которая действительно применяется Дэнни Хэкет провел невероятный матч против ФС 31 очко И он в целом сейчас в невероятной форме Но при этом ты набираешь 31 очко А команда проигрывает Как главный тренер должен найти подход к игроку Какие слова сказать Потому что, ну, это Мне кажется, что это непросто Чтобы игрок не расклеился И продолжил дальше быть в таком же порядке Конечно, умение и мастерство тренера Где-то в индивидуальных беседах Где-то в командных Каких-то тимбилдингах, может быть Так выводить команду Потому что крайняя игра Очень много эмоций отдала команда И здесь как раз мастерство И умение тренера Подготовить команду к следующей игре Алерик, добро пожаловать в Клуб Николай Цинкевич Медиа-директор клуба ССК Наш новичок Алерик Алерик, очень рады вас видеть Добро пожаловать в Клуб Как вы, как настроение? Я очень рады Я очень рады, чтобы присоединиться к команде И помогать команде В любом случае я могу И, знаешь, выйти с ребятами Все здорово Я очень рад присоединиться к команде Надеюсь, что скоро смогу помочь ССК Вы уже успели что-либо посмотреть в Москве Или как прошел ваш день? Да, я видел несколько вещей Я видел Кремль Я просто ходил вокруг города И делал много вещей И я готова играть И я прошел И, знаешь, разные тесты И я готова Но, знаешь, Мое первое впечатление о Москве Это, знаешь, это большая город Да, мне удалось посмотреть Кремль Мы сегодня поездили немало по городу И сделали очень много важных вещей Которые помогут мне В скорости присоединиться к команде И что я могу сказать Я увидел, что Москва – это очень большой город Расскажите, возможно, с кем-то из игроков Вы раньше встречались вместе на паркете Вместе играли Возможно, с кем-то общаетесь просто Может, вы знаете кого-то персонально Да, я не знаю кого-то персонально Но, знаешь, я играл против этих ребят И, знаешь, я знаю каких-то игроков Я уже был в прошлом программе И играл в Ческо в прошлом Так что, знаешь, я обязательно знаю Ни с кем не знаком Но, безусловно, знает очень многих игроков Потому что ты поиграл против них В том числе и в Евролиге И, в принципе, Алирик сказал, что Понимает более или менее, что означает Быть игроком в ЦСКА Алирик, еще раз добро пожаловать Николай Цинкевич, медиа-директор Ждем на паркете Увидимся совсем скоро Евролига, ЦСКАльба Считанные минуты До встречи, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова